Неаполь, пьяцца Сан-Доменико Или режим чекийский на дрань, или сыр и колбасу итальянскую. Вот три варианта. Пока с Конституцией не очень. Я бы даже сказал, совсем пока не очень. Но с итальянской колбасой и сыром пока очень хорошо. Вот. А Конституция приложится. За будущую Конституцию. Не чокай. Слушайте, друзья, друзья мои, а также враги. Что хочу вам сказать. Вот в эту поездку, именно в эту, я не знаю почему, когда происходит то, что происходит, там мобилизация, еще что-то, еще что-то и так далее. И так далее. Но-но-но. Во мне просыпается, я не знаю почему, какой-то нездоровый авантюризм. Я не знаю почему. Потому что вообще в целом я здоровый. Нет, я сейчас нездоровый. Потому что сейчас не надо быть здоровым. Я уже полностью болен. Окончательно. Совершенно полностью. Авантюризм. Когда я сюда ехал в Италию через Стамбул и чувствовал себя в Касабланке в сороковые годы, я вообще, у меня была мысль стать Лоуренсом Аравийским. То есть обмотаться вот это все. И все. И туда. И Свободная Женщина Востока. Все. Не, ну Свободная Женщина Востока это сейчас будут те, кто под трибуналом. Да, там они потом будут на границе их там с Казахстаном. Или где у нас там граница, я не знаю. Находить. А вот Лоуренс Аравийский. Там вообще потрясающий саундтрек. С Питером Атуллом. Фильм. Все. А сейчас здесь, в Неаполе, я окончательно... У меня такие, вы знаете, ну стыдно... Просто вот в эфире стыдно сказать, какие у меня мысли, идеи, фантазии и помыслы. Вот. Вообще путешествовать в Неаполь, в Сорренто надо так, чтобы потом было мучительно стыдно за фантазии и то, что было, и то, что было осуществлено. И то, что было... Сорренто.